МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Уважаемые друзья, сегодня будем говорить о заработной плате. Тема, которая волнует очень многих жителей региона. Но говорим не о размере денежного вознаграждения, хотя об этом поговорить тоже, возможно, надо, но уже в другой программе. А о том, что кровно заработанные деньги иной раз нам просто не выплачивают или выплачивают не вовремя. И я хочу отметить, что получение своевременной и полной заработной платы это право каждого работника. При условии, конечно, что если этот работник выполняет возложенные на него обязанности. А выплата заработной платы это ключевая обязанность каждого работодателя. Причем никакие чрезвычайные ситуации, бедствия и угрозы не должны влиять на выплату заработной платы. Я правильно говорю, что фактически, будь то потоп, наводнение, пожар, все равно, если работник сделал свою работу, он должен получить вовремя в установленной на этом предприятии организации дни заработную плату. Мы можем назвать, что сейчас мы тоже живем в чем-то в чрезвычайных обстоятельствах, как мы называем пандемию, потому что это не совсем нормальные условия. Давайте о том, как же год пандемии, 21-й год, сказался на основной обязанности работодателя выплачивать заработную плату. С кого начнем, Юрий Владимирович, с вас? Действительно, год, если рассматривать направление выплаты заработной платы, эту тему начался довольно сложно. Вообще следует отметить, что у нас в сфере надзора за исполнением трудовых прав граждан выявляется ежегодно порядка пяти тысяч нарушений закона. Пяти тысяч? Пяти тысяч. Ежегодно причем, да, такая цифра, одинаково, можно сказать? Примерно стабильно была до последних годов. Значит, вот за 11 месяцев текущего года было выявлено в сфере нарушений трудовых прав более 4700 нарушений. Из них более 2 тысяч – это именно в сфере оплаты труда. Половина практически, да? Почти половина, да. Были внесены сотни актов реагирования, больше 700 лиц привлечены к дисциплинарной административной ответственности, и в трех случаях были возбуждены уголовные дела. Когда возбуждаются вообще уголовные дела? Когда человек не реагирует, Ангелин? Нет, уголовное дело возбуждается в случае определенного срока, в течение которого работодатель не выплачивает заработную плату. То есть, если это полная невыплата, вообще не выплачивается, то это два месяца, свыше двух месяцев. Если это частичная, какую-то сумму выплачивает, то это три и более месяца. Частично – это половина, там, третий. Менее 50%. Менее 50%, то не больше трех месяцев, да, чтобы люди знали, да. Если не выплачивается, как важно здесь, ну, я не получаю заработную плату, допустим, вот три месяца вообще мне ее не платят, и говорят, ну, ничего, мы тебе вот через четыре месяца точно или через полгода выплатим. Ждать не надо, что мы людям сегодня можем говорить, посоветовать. На обещание, как бы, вестись не рекомендуем. Если не выплачивается длительное время, вот те сроки, которые мы сейчас обозначили, заработная плата, то рекомендуем, конечно, своевременно, как можно быстрее обратиться в правоохранительные органы. Это, прежде всего, следственные органы Следственного комитета. Следственный комитет, да, то есть здесь первым на этой вот здесь стоит? Это исключительное подследственное Следственного комитета, поэтому только в Следственный комитет, в любое подразделение, будь то город Тверь, любой другой регион. И если работник, если допущено нарушение его трудовых прав, он имеет право обратиться в любой орган Следственного комитета, в том числе каждое полугодие именно в СУ по городу Патерской области проводятся личные приемы руководителям Следственного управления, на которые также можно записаться. То есть мы здесь говорим, если человек живет в Бежицке, или в Оржеве, или в Кашине, это неважно, он может обратиться в Следственный комитет и Твери, да? Конечно. То есть не обязательно здесь соблюдать такой территориальности, да, где он живет? Абсолютно нет. Ага. Итак, продолжаем. Мы обозначили сроки, когда человек должен обращаться, когда он не должен верить. Ну, кормить-то обещания, наверное, как у вас в практике, да? Можно долго, можно и год кормить обещания. На самом деле, вот вопрос своевременности обращения в связи с невыплата заработной платы, понятно, когда речь идет о двух месяцах или трех месяцах неполные, да, то в Следственный комитет. В других случаях, когда есть, ну, допустим, месяц первый не получил работник заработную плату, в этом случае ждать тоже не надо. Необходимо сразу же подать заявление, обратиться в органы Государственной инспекции труда, либо в органы прокуратуры. Поскольку вот своевременное обращение, оно позволит сразу на первом этапе включиться всем ведомствам, кто в этом задействован, для того, чтобы погасить эту задолженность, чтобы решить эту проблему. Чтобы не ждать вот этого обращения в Следственный комитет в том числе, да? Конечно. Более того, несовременное обращение может повлечь, или, скажем так, человек может дождаться того, что организация может разориться, стать банкротом, и тогда получить свои кровные деньги будет гораздо сложнее. Там уже, наверное, суд, да, вступает здесь, как какая-то другая схема, если разорилась организация? В этих ситуациях ряд правовых механизмов есть, ну, и судебные в том числе, если это уже зашло до банкротства. Но в первую очередь, конечно, это вопросы деятельности трудноспекции и органов прокуратуры. У нас есть соответствующая межведомственная рабочая группа в прокуратуре Тверской области, где помимо непосредственно работников прокуратуры включены и трудинспекция, и представители Следственного комитета, и профсоюзы. Достаточно широкий спектр участников, налоговая служба. Поэтому есть механизмы, позволяющие быстро отреагировать и, соответственно, постараться не допустить того, чтобы человек длительное время остался без заработной платы. К сожалению, вот не всегда наши граждане это понимают и начинают обращаться уже в тех случаях, когда, в общем-то, прошел достаточно длительный срок. А первый звоночек, вот как опыт показывает, это уже о чем-то говорит, да? Что если, вот, может быть, даже работодатель проверяет, ага, не реагирует, верит обещаниям, можно и дальше. Это что-то уже значит, да? Конечно. Вот именно первая невыплата. Конечно. Ну, как правило, это все сопровождается, и мы, у нас есть определенный механизм выявления таких организаций, именно вот по фактам, скажем так, первой неоплаты. То есть это сразу видно, ну, в определенных случаях работодатель, как правило, сразу же не платит отчисления по НДФЛу, отчисления, соответственно, по социальному страхованию, и соответствующие данные, у нас в рамках международной группы налажен обмен и с налоговой службой, значит, соответственно, мы эти данные видим и их проверяем. Но понятно, что в тех случаях, когда, например, зарплату не выплатил, но заплатил налоги, отчисления произвел, такую латентную не выплату, мы не увидим сразу. А такое бывает, да, что налоги платят, а зарплату нет? Ну, конечно, бывает. Всякие случаи бывают, чтобы не привлекать внимание. Чтобы не привлекать внимание, потому что сразу же отреагирует налоговая служба. Более того, если не уплатил налоги, могут же и инкассы на счета выставить. Поэтому, собственно, предприниматель заинтересован в дальнейшем продолжении своей деятельности. Поэтому здесь, возвращаясь все к тому же, необходимо все-таки инициатива со стороны самих работников. Терпеть и ждать здесь нечего и не надо. А, кстати, вот у нас работники, люди, жители Верхнего Узья, они насколько вот инициативны в этом плане? Потому что я знаю, что многие наверняка боятся. Мы эту тему уже обсуждали, что они думают, вот я сейчас обращусь, и меня вообще уволят. Ну, сказать глобально, насколько они инициативны, сложно, поскольку есть люди, которые, да, обращаются, но на сегодняшний день надо отметить, что подобных обращений о невыплате заработной платы действительно стало меньше. Органами прокуратуры совместно с иными ведомствами проведена достаточно серьезная работа по погашению имевшейся невыплаты заработной платы и по профилактике этих проявлений. Давайте мы об этом, о профилактике и вообще тему продолжим после небольшого выпуска рекламы. Не переключайтесь, уважаемые друзья. 300-190, телефон прямого эфира. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. 300-190, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о том, как выплачивают заработную плату в Тверском регионе. Итак, насколько мне известно, что 21-й год, хотя он не был легким, его не назовешь, но, тем не менее, у нас принес очень хорошее погашение по долгу заработной платы. Потому что, с учетом, я смотрю, 81,5 миллиона рублей на начало года, на 1 января 2021-го, а сейчас составил 4 миллиона рублей. Это практически почти 80%. 95% вот тут написано удалось погасить. На сегодняшний день уже даже больше 96% и остаток невыблочной заработной платы по области на сегодня 2,8 миллиона рублей. Это же какая-то работа? Этой работой прокуроры занимаются ежедневно, поскольку действительно кропотливая деятельность, связанная с взаимодействием с руководителями предприятий, с работниками, с налоговой службой. Есть масса неформальной работы, которая проводится для того, чтобы люди получили свои денежные средства. Кстати, каждый раз приходится выезжать на место или приглашать кого-то к вам непосредственно в прокуратуру? Практикуются различные формы общения и взаимодействия с этими предприятиями, с их руководителями. Это и выезды аппарата прокуратуры в области, это и, соответственно, заслушивание обсуждения в рамках нашей международной рабочей группы в разных форматах, и очно, и по видеосвязи. Поэтому абсолютно разный спектр. Но вот эта работа ежедневная, она все-таки свой результат. Ну вот, конечно, 96, как вы говорите, уже процентов. У нас уже определенная методика работы на этом направлении имеется. Самое главное, как мы уже говорили, это первичная информация, в первую очередь от работников. Вот, кстати, да, в первую очередь от работников. Ангелин, достаточно одного заявления. Вот, допустим, все боятся, а кто-то один нашелся, такой правдолюбец, да, человек, который не боится, подам-ка я заявление, а на предприятии работает 3000 человек. Достаточно одного заявления от этого, одного неравнодушного человека, чтобы начинать проверку. Конечно, вполне достаточно для проверки, плюс в рамках проверки будет изыматься вся бухгалтерская документация за период невыплаты, и проводится бухгалтерское исследование, в рамках которого будут установлены все работники, которым имеется невыплата заработной платы, перед которыми. Ага. Вы работаете здесь в тесном взаимодействии, насколько, вот, как вы сказали, да, Юрий Владимирович, что здесь целая группа создана, да? Конечно, все абсолютно на связи не только в рамках заседаний нашей группы, но и в ежедневном режиме, поэтому любая информация, которая поступает, мы измедлительно обмениваемся и начинаем эту работу. Вот в качестве примеров выплаты заработной платы, которые отреагировали люди и работники каких предприятий, немножечко назовем, получили в этом году заработную плату? Из ярких примеров назвал бы Бежицкий опытный экспериментальный завод, где была полностью погашена заработная плата, задолженность по заработной плате. Огромная задолженность, несколько десятков миллионов рублей была в Ржевском короностроительном заводе. Здесь тоже достаточно активно и плотно взаимодействовали и с коллегами, и с конкурсным управляющим, поскольку предприятия в банкротстве. А вот в банкротстве оба предприятия эти были, да? Да, и вот с такими совместными усилиями удалось добиться того, что на сегодняшний день эта задолженность погашена. Нелидовский машиностроительный завод также погасил всю задолженность. Ну, на сегодня у нас остается четыре организации, как я говорил, задолженность, общая задолженность. На эти четыре организации 2,8 миллиона рублей. Мы рассчитываем в кратчайший срок также добиться полного погашения выплаты перед работниками заработной платы. Вы называли Бежицк, Ржев, Нелидово, а в областной столице. Тут более сознательно ли предприятия просто более крепко стоят на ногах? Как в Твери обстоят дела? Пожалуй, не сказал бы более крепко, по всей видимости, действительно более сознательно относятся к вопросам выплаты заработной платы. На самом деле, по Твери не возникает глобальных проблем с невыплатой заработной платы. Да, заявления поступают, да, выявляются факты невыплаты заработной платы, но при первом же вмешательстве, при нашем реагировании, как правило, эта зарплата выплачивается. Поэтому вот такие проблемные объекты, они вот в текущем году у нас были именно по Тверской области. А в чем причина, вот как вот вы общаетесь с людьми, в чем причина, почему не платят? Потому что, наверное, я знаю, что некоторые выписывают себе руководителя крупной премии и приближенным, да, тем не менее до простых работяг не доходят. Причины разные. Где-то это и неэффективное управление, где-то, наверное, экономическая самонадеянность, изменяющиеся условия социально-экономические. Ну, также, да, в практике выявляются факты вывода денежных средств, вывода активов, выплата себе хорошей заработной платы в хорошем размере. Напоследок, что называется, да? Хотя бы погулять. Эти руководители, в общем-то, в дальнейшем, когда предприятие уходит в банкротство, они еще и в реестр кредиторов встают с этой задолженностью перед собой по зарплате. Также здесь работаем с ними, проверяем объективность этой задолженности, объективность задолженности перед родственниками, которые в реестр кредиторов бывают трудоустроенными. Поэтому все эти вопросы, конечно, они разноплановые, и вот к такой ситуации приводят разный набор факторов, но это ничуть не отменяет того, что, в общем-то, эта святая обязанность, она должна исполняться. И, конечно, в каждом случае мы все, и органы прокуратуры, и правоохранительные органы, и контролирующие органы, мы будем совершенно четко, жестко реагировать и пресекать эти нарушения. Ну, я знаю, что цель-то у вас, да, Ангелина, не возбудить уголовное дело. Главная цель-то, чтобы все-таки человек получил свой заработной облады. Возместить, да, возместить имеющуюся задолженность по заработной плате. В связи с чем, необходимо добавить следующий момент. Имеется статья 28 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой и примечание к статье 145-й прим. 1, о которой мы ведем в речь, невыплата заработной платы, Уголовный кодекс Российской Федерации, согласно которой при выплате заработной платы в течение двух месяцев, с момента возбуждения уголовного дела, уголовное дело в обязательном порядке прекращается. А, прекращается. То есть, оно до 100 не доходит? Не доходит. В полном объеме должна быть выплачена заработная плата и компенсация за задержку выплаты заработной платы. Сумма компенсации это указана в законе, там люди знают? Нет, рассчитывается. А, это все рассчитывается, да? Да, все рассчитывается. Соответственно, бухгалтеры, организации, любой все это знают, поскольку они предоставляют все возможные отчетности. И любому руководителю при возбуждении уголовного дела, имеющему статус подозреваемого, разъясняется данное право о том, что дело может быть прекращено при полном погашении задолженности. Но, тем не менее, есть дела, которые дошли до суда. Да, пять дел в текущем году направлены в суд, и люди осуждены с назначением меры наказания в виде штрафа. Штраф. Но если человек получил наказание в виде штрафа, это значит автоматически, если дошло до суда, он получил осудимость. И это будет сказываться на его деловой репутации в том числе? Это негативное последствие привлечения к уголовной ответственности. И его не избежать в случае, если подозреваемый, ну или работодатель в данном случае, не воспользуется своим законным правом на полное возмещение заработной платы в установленный срок. Значит, мы сегодня еще раз обращаемся к работодателям, да, не доводите до суда, уважаемые друзья. И если есть возможность, ну такую возможность всегда можно найти, наверняка, да? А, кстати, гражданско-правовой договор и трудовой договор. Какие гарантии у работника есть, Ирин, относительно для восстановления своих трудовых прав, если, допустим, заключает договор, человек устраивается на работу? Ну да, у нас бывают такие ситуации на практике, когда с работником, по сути, заключают гражданско-правовой договор. Но по факту он выполняет трудовые функции. Вот. И тоже складывается ситуация, когда не выплачивается заработная плата. Да, достаточно сложный момент, но в данном случае, если он по факту выполняет трудовые функции, то в первую очередь здесь необходимо привлекать работодателя к административной ответственности за уклонение от заключения трудового договора. Но это как бы один момент. А если все-таки выдерживается, опять же, вот этот срок невыплаты заработной платы, и, по сути, там есть основания для привлечения к уголовной ответственности, то в первую очередь работник должен через суд обратиться и признать свой гражданско-правовой договор, по сути, трудовым. То есть только тогда, в таком случае, уже можно вести речь об уголовной ответственности 145.1. То есть через суд все равно здесь нужно такое. А людям кто это может объяснить, вот это вот такое хитросплетение, не все в этом разбираются. Это где можно, это нужно, у вас на сайте можно найти где-то такое? Или работодателю, наверное, невыгодно это объяснить своим подчиненным? Ну, естественно... В первую очередь это, конечно, государственная инспекция труда. Государственная инспекция труда. Это нужно приезжать в областной центр, если это где-то находится в районе. На сегодняшний день и дистанционные формы обращения предусмотрены во всех органах. Кроме этого, однозначно можно прийти, да, не во всех, конечно, не у всех есть возможность обратиться в госинспекцию труда, по тем или иным причинам, если нужна личная явка, можно прийти к соответствующему районному прокурору на прием, в районную прокуратуру, где подать обращение, и все эти моменты будут проверены, будет, соответственно, оказана соответствующая помощь. Понятно. В следственном комитете вы только, Ангелин, у вас отдел занимается, да, существует свое направление работы, которое по невыплате заработной платы. Есть какие-то подразделения в районах области, куда можно тоже прийти, проконсультироваться и пожаловаться? Ну, фактически, скажем, в районе области у нас имеется подразделение следственного комитета. Некоторые подразделения охватывают несколько районов, и в каждом подразделении имеется следователь, специализация которого направлена конкретно на расследование уголовного. А именно специализация существует? Да. Поэтому в любое подразделение следственного комитета, независимо от того, областной это центр или территориальное подразделение следственного комитета. У нас вот эти дни, годы уже, можем сказать, пандемии, они как-то обострили ситуацию? Вот на ваш вот такой вот личный взгляд опытных сотрудников. Или раньше было то же самое, или сейчас, наоборот, стало сложнее? Потому что многие уходят на дистанционку, кого-то сокращают. И сложно предприятиям иной раз. Сказать, что усложнило ситуацию, я бы не смог, но количество обращений ощутимо уменьшилось. Конечно, в первую очередь это связано с тем, что значительное количество задолженностей по области, большая часть, почти вся задолженность погашена на сегодняшний день. И, соответственно, работники этих предприятий, естественно, больше уже и не обращаются. С другой стороны, все-таки, вначале мы об этом говорили, есть латентный характер этих ситуаций, поскольку работник действительно, конечно, на что-то надеется. Он не хочет терять рабочее место. Он лишний раз думает обратиться или не обратиться. Наверное, ведет какие-то переговоры с работодателем и говорит, что я обращусь, надеюсь, что ему что-то выплатят. Поэтому вот эта латентная составляющая, она, конечно, присутствует. И, учитывая, скажем так, угрозу потери рабочего места, наши граждане, они зачастую, на мой взгляд, и не обращаются. Поэтому здесь говорить о том, что что-то улучшилось именно по количеству обращений, навряд ли можно. Здесь все-таки хотелось бы призвать работников, которым не платят, быстро, своевременно обращаться. В конце концов, можно всегда прийти на прием к прокурору, объяснить ситуацию, сказать, что есть такая история с невыплатой заработной платы, и не писать заявление, но информацию донести. А потом, если, допустим, уважаемые друзья, если у этого человека все-таки начнутся какие-то репрессивные меры против него, вот ты написал, это же уже тоже отдельная статья будет, да? Как если человека уволили незаконно, в этом тоже будут разбираться? Конечно. Вопросы, скажем так, санкций со стороны работодателя, негативных последствий, в таком случае, они повлекут соответствующую ответственность. Можно обратиться к прокурору? Я знаю, что это на особом контроле, да? Заработная плата в прокуратуре находится. Пожалуй, центральная наша тема. Следственный комитет. Вы же проводите в том числе и горячие линии, да? И ведет руководитель нашего регионального следственного комитета приема по этим делам? Конечно. Руководитель всех уровней следственного комитета, начиная с территориальных и заканчивая центрального аппарата, все ведут приемы по данной линии. Что делать человеку, у нас задавали такие вопросы, если он в такой вот непростой год, как 21-й, вдруг попадает под сокращение штатов? Он с этим не согласен? Куда звонить? К кому обращаться? При сокращении штатов и несогласии с данным решением или с процедурой, которая у нас прописана в законе, гражданин имеет право обратиться для проверки соответствующих своих доводов и своего видения того, как должно было бы произойти, на предмет проверки законности всей этой процедуры, в Государственную инспекцию труда, в Центр занятости, в органы прокуратуры. Работодатель должен осуществлять как минимум условия об извещении своевременно, в том числе Центр занятости. Из-за несовременной извещения установлена также административная ответственность. Поэтому, конечно, процедура регламентирована, и если работники считают, что она проводится незаконно, необоснованно, или есть определенные какие-то, скажем так, внутренние информации, которые они обладают и позволяющие сказать, что эта процедура, в общем-то, выходит за рамки правового поля, конечно, надо обращаться во все эти органы, в том числе в органы прокуратуры. По всем этим вопросам, по всем этим обращениям проводится проверка, все обстоятельства изучаются, поскольку вопросы, собственно, не только оплаты труда, но и иные вопросы трудового законодательства, они все находятся в поле зрения соответствующих органов, в том числе органов прокуратуры. Ирина, а что делать человеку, как себя обезопасить, говорим о своеобразной подушке безопасности, на всякий случай, что проверять необходимо человеку, оформление каких документов, когда он устраивается на работу, чтобы потом не было проблем в доказательстве, ему скажут, что у тебя здесь и рядом не было, и что ты тут просишь? Ну, наверное, это, наверное, минимальный этот пакет документов, который должен быть заключен с работниками, трудовой договор. Трудовой договор, про который мы говорили, что обязательно трудовой договор? Да, трудовой договор. Если работодатель предлагает заключить гражданско-правовой договор, ну, здесь нужно разбираться и ставить вопрос, а почему, если я хочу работать у вас на условиях трудового кодекса? Если идет испытательный срок, допустим, мы говорят, мы тебе ничего оформлять не будем, вот ты находишься на испытательном сроке, человек проработал, ставит два месяца, человек проработал практически на компанию два месяца, и ему говорят, ты нас не устроил, иди в освоясь, и так продолжается, набирают новых и новых. Есть такие у нас случаи в области? Приходилось разбираться? С такими обращениями мы не сталкивались, но такая практика известна. В любом случае, при оформлении любых отношений, необходимо юридически их оформить. Нужна соответствующая бумага в виде договора. Если это испытательный срок, значит, все равно соответствующие документы должны быть подписаны. В любом случае, даже если работодатель говорит, я первый раз вижу этого человека, я его не знаю, у нас, собственно говоря, люди находятся не в безвоздушном пространстве, и есть коллеги, с которыми месяц-два проработал, которые могут подтвердить. Поскольку у нас сам фактический допуск к работе уже является началом трудовых отношений. Есть какие-то контрагенты, наверное, с которыми мог работать и взаимодействовать человек от имени этой организации. Есть иные знакомые, родственники, которые видели, что он ходит на работу, он работает. Поэтому, конечно, неоформление документального отношений с работником, оно сделает работодателю только хуже, поскольку все равно это будет доказано. Но в данном случае будет установлена еще соответствующая ответственность. Более того, санкция по административной статье, в статье Кодекса административных правонарушений, она предусматривает, собственно говоря, и дисквалификацию в ряде случаев до трех лет. Поэтому вот этот вот директор может потерять возможность в дальнейшем вообще стать директором. Слушайте, ну как вот мы между двух огней, да, он потеряет возможность дисквалификации, с другой стороны, судимость, да, которая тоже грозит человеку лучше соблюдать закон. Кстати, запись трудовой книжки важна? Она обязательна сейчас? Конечно, важна, поскольку она, во-первых, подтверждает тоже факт трудовых отношений, но и, помимо этого, в дальнейшем при оформлении пенсионных вопросов и возможной необходимости доказать свой стаж, это документ, который также это позволит. Поэтому, конечно, здесь тоже надо этот вопрос при трудоустройстве контролировать, чтобы были проставлены отметки. Но если запись трудовой книжки есть, человек пришел оформлять пенсию, там записано, что он на этом предприятии работал вот в этот период, это уже значит, он работал. Это уже априори доказано. Конечно. Это доказано. Что мы можем сказать относительно так называемых выплаты заработной платы, выходные и праздники, неурочное время, это предусматривает ли это повышенную заработную плату? Ну, соответственно, с трудовым кодексом, да, должна выплачиваться. В том числе больничная? В повышенном размере. Однако, конечно, необходимо в каждом случае оценивать локальные акты, поскольку характер работы и производства всех разный. По общему правилу, да, в выходные и праздничные дни предусмотрена повышенная оплата труда. Это ровно такая же оплата, как и любая другая заработная оплата, поэтому ее невыплата также влечет установленную законом ответственность. Вот вы, кстати, перечисляли предприятие, где удалось выплатить полностью, ликвидировать задолженность. А кто чаще нарушает, вот по вашему опыту, это государственные предприятия, организации, либо коммерческие? Вот как, у кого совесть называется спокойнее здесь? Ну, просто по опыту. Это больше коммерческие, конечно. Коммерческие, поскольку государственные, муниципальные предприятия, все-таки и муниципалитеты, и государства несут определенную долю ответственности. И даже если такие вопросы возникают, то решают эти проблемы, например, в тех же МУПах путем выдачи какой-то субсидии с бюджетом муниципального, чтобы эту проблему закрыть, и люди получили свои денежные средства. На коммерческих предприятиях, конечно, ситуация получается в ряде случаев гораздо сложнее, поскольку, в общем-то, в стадии банкротства, например, работодатель уже считает, что он ни в чем не заинтересован, и никоим образом, в общем-то, не отвечает, может не отвечать. Некоторые так считают. Хотя не надо забывать о том, что у нас за гражданским законодательством предусмотрена субсидиарная ответственность руководителей, учредителей, поэтому в каждом случае все это оценивается, и, в общем-то, при определенных обстоятельствах, при наборе определенных доказательств и фактов, такая ответственность для них может наступить, и платить надо будет из своего кармана. Ну, это, кстати, интересно, что все-таки частное предприятие коммерческое, это, наоборот, человек должен за репутацией себя как руководителя следить вдвойне, да? Потому что ему же потом и работать, кстати, Ангелин, дела, которые были доведены до суда, это коммерческие организации или это государственные какие-то предприятия? Больше своей части коммерческие. Коммерческие все-таки, да? И человек, на что поддается человек? Чем убеждаете, что нужно платить? Вот чем приходится убеждать? Взывание к совести это помогает или чисто аргументировать? Правовые аргументы. А? Правовые аргументы, которые сейчас приведены были. Только так, да? Тут звание к совести не помогает уже, да? Что людям надо кушать что-то. Пожалуй, здесь действительно только, скажем так, четкая правовая перспектива способна повлиять, поскольку даже на стадии до возбуждения уголовного дела, да, или когда возбуждение уголовного дела по определенным причинам перспективы не имеется, да, да, все равно, собственно говоря, разъясняется, доводится о тех последствиях, которые наступят. Они совершенно точно наступят. Это административная ответственность, это материальная ответственность, да, это возможность вот дисквалификации, да, ну, мы, надо отметить, стараемся все же, вот в тех случаях, когда мы выявляем признаки, еще нет не выплаты зарывной платы, а признаки... О чем мы говорили в начале программы как раз, да? Ну, например, не оплатили НДФЛ, не оплатили какие-то отчисления. Для нас это тоже тревожный звонок. И в таких случаях прокуроры вызывают руководителя и объявляют ему предостережение. В связи с тем, что, собственно говоря, вот эти действия для нас уже указывают на возможную, на возможное нарушение трудовых прав в дальнейшем. И вот эта профилактическая работа, она достаточно широко нами применяется, ведется. Я, конечно, полагаю, что в ряде случаев именно вот эта профилактика с нашей стороны, она и позволила все-таки не допустить появления таких новых крупных фактов не выплаты заработной платы. Вот раньше, мы почему-то вспоминаем, в Советский Союзе вот раньше были профсоюзы, да, такая сила, которые встали стеной за каждого своего работника. Сейчас это уже, наверное, организация не так сильная и есть, наверное, на всех предприятиях. Ну, это, да, на сегодняшний день добровольное объединение работников. Поэтому, собственно говоря, о крупных предприятиях, конечно, они присутствуют, присутствуют в промышленности, сильно распространенные. Но в маленьких организациях, в маленьких коммерческих организациях, конечно, никакого профсоюза нету, хорошо, если 15. А если 3-4 вместе с директором, и в такой организации там, конечно, скорее всего, все проблемы-то и замалчиваются, потому что там уже, ну, где-то даже семейные отношения начинаются в маленьком узком коллективе. Поэтому вот здесь все-таки все равно не стоит замалчивать проблему. Лучше прийти за помощью, поскольку, ну, пока ситуация не доведена до какой-нибудь ликвидации, до банкротства, у работодателя всегда есть возможность, он ее найдет и заищет, чтобы расплатиться своим работникам. – Уважаемые друзья, эфир подходит к концу. Ангелина, я еще прошу, ваш алгоритм действий, ваш совет жителям региона, как действовать, чтобы прежде чем обратиться, вернее, в каких ситуациях мы обращаемся в Следственный комитет? – Призываем обращаться в Следственный комитет в случае невыплаты заработной платы работодателям в любой промежуток времени, то есть будь это месяц или свыше месяца, будь это период, который подходит под уголовную ответственность или не подходит. Даже в случае, если в Следственный комитет будет направлено обращение по периоду невыплаты, который не подходит под уголовную ответственность, соответственно, обращение будет переправлено по компетенции, и коллеги из прокуратуры примут к сведению и начнут осуществлять свои мероприятия, которые именно находятся в их компетенции. Таким образом, как было правильно указано коллегами, у нас имеются межведомственные группы, на которых мы обсуждаем все подобные факты. И умалчивать действительно не стоит. Если люди хотят помощи, то нужно обращаться в правоохранительные органы прокуратуры. Ирина, почему ваш совет, почему не надо бояться обращаться именно в правоохранительные структуры, что это не страшно, это наоборот только в помощь? — Да, действительно, мы сегодня весь эфир говорим о том, что зарплата — это очень актуальный вопрос. И невыпута зарплаты на контроле, будь то уголовная ответственность, будь то просто факт невыпута, не подпадающий под уголовную, это все вопросы, связанные с этим, они на контроле. И в любом случае, каждому факту такому будет дана надлежащая оценка либо прокуратуры, либо уже следственным органам. И я бы еще хотела в дополнение сказать, бывают такие ситуации, когда, допустим, либо у работника нет возможности обратиться в комитет, рядом отсутствует территориальный орган, или еще какие-то... В принципе, можно обратиться в любой правоохранительный орган, то есть в любом случае сообщения должны зарегистрировать. — Можно даже и в полицию. — Да, просто они потом, это сообщение, направляются по подследственности. Допустим, в комитет, в следственный комитет. Либо обращаются уже, как мы уже тут говорили, в органы прокуратуры. Мы в любом случае даем оценку, либо здесь будет просто проверка проведена, либо если основания есть для уголовной ответственности, то уже направлены в органы следственного комитета для уголовного преследования. — Тут, пожалуйста, мы вот разложили, кажется, все по полочкам. Юрий, ваша рекомендация всем работникам? — Знаете, хотел бы рекомендацию не работникам, а работодателям. — Работодателям. — Да, несмотря на то, что мы сегодня сделали акцент на том, что основная цель нашей работы, она не наказать, не привлечь к ответственности, а добиться выплаты заработной платы. Но, несмотря на это, хотел бы обратить внимание тех работодателей, которые могут такое допустить, о том, что реакция и ответственность будут неименуемы. Мы по всей строгости закона применим все возможные меры ответственности. Поэтому, конечно, святая обязанность, первый святой платеж, который должен произвести работодатель, это оплатить заработную плату, поскольку от этого зависит не только благосостояние и вообще социальное состояние работника, но и всей его семьи. — Да, я бы хотела сказать, как помните, раньше была в Советском Союзе, опять же-таки, возвращаясь в прошлое, сравнительно недавно, лучше контроль, личная совесть. Если там у вас уже практически как семейные отношения, ну, подумайте о том, что вы делаете, и не надо доводить дело до той же самой судимости. А людям надо тоже жить, воспитывать детей, и желательно жить хорошо. Спасибо огромное за участие в программе. Напоминаю, что сегодня мы говорили о выплате, своевременной выплате заработной платы, что является ключевой обязанностью каждого работодателя. Спасибо, будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова